Доброе утро! Сегодня у нас есть уникальный шанс побеседовать с талантливым актером, продюсером, музыкантом. И все это человек по имени Александр Димитов Александров. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вам удается все это вот успевать? Успевать и сочинять, и сценарии писать, и песни писать, и выступать? Ну, кроме сценариев, которые я уже напишу, пишут ребята, все удается как-то. А если не удается, то значит все отменяется. Мне, конечно, страшное разочарование, но и облегчение. А все-таки вы известны также благодаря фильму «О чем говорят мужчины?» и, собственно, о чем они говорят, мы уже выяснили. Пришло время узнать, о чем говорят женщины. Вы как, разбираетесь в этих вопросах? Вообще не разбираюсь, как, собственно, и в женщинах тоже. Я имею в виду в том, что творится в их голове. Давайте с этим попробуем разобраться вместе и поиграть в любопытную игру. Вы должны будете мне говорить, что обозначает то или иное слово. И наша с вами задача все-таки получить как можно больше правильных ответов. Итак, что вот это такое? Кутикула? Ну, это я хожу на маникюр-педикюр, это то, что убираю. Это вот здесь. Браво, браво. У нас есть уже один правильный ответ. Итак, идем дальше. Апельсиновая палочка. Что это за агрегат? Непонятно. Апельсиновая палочка. Не знаю, может, совершенно что-то с кожей, какая-то кожа, на коже апельсиновая палочка возникает. Хорошо, а где именно, в каких местах возникает апельсиновая палочка? Если говорить о женщинах, я не знаю, где там у них апельсиновая палочка. Я знаю, у них две палочки-то ножки, две палочки-ручки. На самом деле, апельсиновая палочка – это та самая палка, с помощью которой счищают вот эту кутикулу. А-а-а. Деревянная палочка. Ну, мне что-то чем-то счищали, я не знал, что это так называется. Итак, у нас счет 1-1. Что такое баска? Баска. Не басков, а баска, да. И не баста. И не баста. Да, ну, затрудняюсь ответить. Будет, видимо, 2-1, не в мою пользу. Ну, хотя бы сделаем небольшое предположение. Что это может быть? Баска. Никаких предположений. Мозг выключен. Есть юбка-баска. Это когда кофта потихонечку переходит. Что-то баска. Есть юбка-баска. Юбка-баска. Счет 2-1. Что такое ламинирование ресниц? Есть такая процедура? Ну, раз вы написали, наверное, есть. Либо вы хотите меня немножко увести от правильного ответа. Ламинирование ресниц. Ну, странно вообще. Думаю, что нет. Потому что заламинировать ресницы – это тогда что? Им невозможно будет. Это тогда будет просто некая одна большая выкинутая швлямба, которая будет вот так вот шмякать по глазу. На самом деле, на самом деле есть такая процедура. Просто каждая ресничка в отдельности ламинируется. Ага, каждая в отдельности. И они становятся длинными. Что такое спонжик? Спонжик – это то, чем наносят тональный крем или грим артистам. Верно. Ну, или девушки себе, так сказать, мейкапают. Верно. 3-1 становится еще. Что такое парео? Парео? Какие вопросы? Я не настолько все-таки, видимо, знаю женщины, что они с собой делают. Парео. Отсутствует объект. Это такой специальный платок большой, с помощью которого можно прятаться от ненужных солнечных лучей. А также ненужных темных мужчин. Да, ненужных темных мужчин. У нас счет пока что 5-2. И вот это вот что такое? Есть такая фраза в арсенале женщин? Ой, все! Что это значит? Когда женщина говорит «ой, все», это значит что? Ой, ну, это может что угодно, так сказать. Это выражение наполнено разными смыслами. Ой, все! Там я устал. Ой, все! Ой, я там что-то увидел. Вот, то есть туда можно вкладывать разные смыслы. Значит, все-таки вы в женщинах хоть чуть-чуть, но разбираетесь. Ну, безусловно. И это не может не радовать. К сожалению, вы проиграли в этой битве. Я это что и не получил. Вы получаете утешительный приз. Вы получаете приз. То, что не может позволить себе женщина. Женщина, которая следит за фигурой, женщина, которая следит за собой. Это конфетка. Отлично. С удовольствием ее съем. Не буду рекламировать фирму конфетки. Да, но съешьте ее и получите максимальное удовольствие. Перед концертом самое то, подзарядиться немножечко глюкозой. Спасибо вам большое. Спасибо. Было приятно общаться.